Впервые на русском языке. Книга Изабеллы Бёрд о путешествии на север-британской Индии. Изабелла Бёрд – это английская путешественница 19 века, которая объездила полмира и написала множество книг о своих путешествиях, нравах и обычаях разных народов. Изабелла Бёрд бралась за путешествия, которые были не по плечу многим путешественникам-мужчинам. Она побывала в Индии, Тибете, Курдистане, Китае, Японии, Корее, Канаде, Америке, Австралии, на Гавайях и Малайском полуострове и написала о своих приключениях 14 книг. Сухой английский юмор и тонкая наблюдательность обеспечили её книгам успех среди читающей публики, а в 1892 году она стала первой женщиной, избранной членом Королевского географического общества. Книга среди тибетцев вышла в издательстве Директ Медиа Паблишинг в серии «Люди. Судьбы. Эпохи». Она рассказывает о путешествии Изабеллы Бёрд на самый север Британской Индии, владак на родину тибетского буддизма в 1889 году. В странствиях её сопровождают переводчик Пенджабец и наёмник-афганец с тёмным прошлым, а также верный конь Гьялпо. О своём афганском спутнике Бёрд писала так. Также меня сопровождал афганец, солдат из числа иностранных наёмников Махараджа, которого послали встретить меня, когда я прибыла в Кашмир. Этот человек, Усман Шах, внешне походил на бандита. Он носил невероятно высокий тюрбан, украшенный маками или птичьими перьями, любил броские цвета и постоянно менял наряды. «Усман Шах всегда шёл впереди меня, неся за плечом большой меч. Грабил и бил людей, пугал женщин и в конечном итоге в городе Лех был признан убийцей, так что интуиция меня не подвела. Такой сопровождающей большая ошибка». Автора писала головокружительные передряги, которые поджидали путешественников в тибетских горах, а также верования и удивительные традиции горных народов. Вот ещё одна цитата из книги. «Все три дня, что мы пробыли в Хундаре, мужчины и женщины носили праздничную одежду и, по всей видимости, отложили все свои привычные дела ради нас. Мужчины всячески старались меня развлечь и задавали вопросы наподобие таких, почему европейская женщина всегда пишет или шьёт? Она что, очень бедна или дала обед? В конце концов, они предложили нам посетить несколько близлежащих монастырей, и это действительно оказалось очень интересно. Монастырь Дескоид, к которому мы отправились в трёхдневный поход, оказался самым большим и в живописном в Нубре. Он был построен на величественном, перпендикулярно поднимающемся от реки скальном отроге, высотой 11 тысяч футов. Огромные красные, увенчанные снежными шапками вершины, высотой 20 тысяч футов вздымались над нагромождением алых, белых и жёлтых храмов, башен, складов, крытых галерей и балконов, украшенных флагами, трезубцами и хвостами яков. Дескоид, пожалуй, самый прекрасный архитектурный объект из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Ради него одного стоило пересечь бурный шаёк и пережить все выпавшие на нашу долю испытания. Монастырь кажется неприступным, но на самом деле к нему можно подняться, преодолев тысячу каменных ступеней, где-то естественных, где-то высеченных в скале, которые зигзагом тянутся к вершине, становясь всё опаснее по мере подъёма. Последние зигзаги наводят на мысль о трудностях восхождения на пирамиду Хеопса. Книгу «Среди тибетцев» Изабеллы Бёрд можно приобрести по ссылке в описании в интернет-магазине Директ Медиа. Она доступна в печатном и электронном виде, а скоро появится и аудиокнига. Подписывайтесь на канал, чтобы следить за новинками издательства Директ Медиа. Директ Медиа.